Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас с вами видео, которое многие ждали, многими любимая тема. Мы с вами поговорим о бюджетных аналогах. И мы с вами подберем бюджетные аналоги для шести ароматов. Это будут люксовые или нишевые ароматы. Но что самое главное, бюджетные аналоги будут действительно бюджетными, и цена их не будет превышать тысячи рублей. Если вам интересно, то оставайтесь со мной, и я желаю вам приятного просмотра. В некоторых случаях сегодня это будут просто ароматы-клоны, звучание которых невероятно похоже. А в некоторых случаях это будут просто бюджетные аналоги, то есть ароматы, похожие по звучанию, но не являющиеся клонами. Но начать я хочу именно с ароматов-клонов. Первым мы с вами подберем аналог для Джо Малон Соль Шалфей. Это аромат, который я очень люблю. Один из моих любимых повседневных ароматов. Но у этого аромата есть прекрасный бюджетный аналог. Это Дженни Глоу Соль Шалфей. Собственно, называются они одинаково. Этот аромат от Дженни Глоу я покупала на Натина. Примерно рублей за 600, за 30 мл. И это восхитительная цена. К сожалению, не знаю, есть ли в других интернет-магазинах эти ароматы, и какая у них цена. Но на Натина они точно есть. Есть всегда, и я очень рекомендую присмотреться. Джо Малон Соль Шалфей это для меня аромат про ледяные брызги моря, которые разбиваются о скалы. Здесь чувствуется явная солоноватость моря. Помимо этого сухие травы и акварельный лимон. То же самое, абсолютно то же самое. Я чувствую в Дженни Глоу Соль Шалфей ароматы невероятно похожи. Это просто ароматы-клоны с закрытыми глазами. Я бы просто не сказала, что есть Джо Малон, что есть Дженни Глоу. Когда я первый раз показывала на своем канале ароматы Дженни Глоу, кто-то спрашивал меня про стойкость. И стойкость это очень субъективный момент, но я хочу сказать, что ароматы от бренда Джо Малон, они не являются для меня стойкими. Для меня это скорее фоновые, акварельные, повседневные ароматы, которые я наношу на себя, они мне абсолютно не мешают. И то же самое Дженни Глоу. Но часа четыре, наверное, я на себе чувствую этот аромат. И мне кажется, что для этих денег замечательно. Но и Джо Малон я, кстати говоря, дольше на себе не чувствую. Следующий аромат, который я хочу вам показать, а вернее парочку ароматов, мы с вами подберем еще бюджетный аналог для Джо Малон Груши Фрезия. И угадайте, что за бюджетный аналог. Конечно же, это Дженни Глоу Груши Фрезия. Тоже потрясающие похожие ароматы. Когда я только получила Дженни Глоу, я была поражена, насколько сильно они похожи. Джо Малон Груши Фрезия, аромат, который появился у меня этим летом, для меня это аромат про акварельную грушу, про кисловатый ревень и про фрезию, то есть про цветы. Дженни Глоу Груши Фрезия тоже самое, но мне кажется, в данном случае это чуть более ярко и чуть более стойко. Но они просто очень похожи. И, как говорится, если не видите разницы, то зачем платить больше? В общем, рекомендую присмотреться к ароматам от Дженни Глоу. Продаются они на Натина, может быть, и в наших интернет-магазинах. Если вы где-то покупали, там, на Вайлдберрис или где-то еще, то напишите в комментариях, за какую цену. А мы с вами движемся дальше. Следующие ароматы, которые я вам покажу, следующая парочка, это Том Форд Табака Ваниль. И Клаев Киера Табака Ваниль. Но в данном случае, мне кажется, что это не настолько стопроцентные клоны, как было в предыдущих вариантах. Том Форд Табака Ваниль это аромат, который я очень люблю. И я рассказывала вам, что он теперь навсегда ассоциируется у меня с таким прекрасным городом, как Санкт-Петербург. Он стал для меня ароматным якорем, потому что когда-то он был со мной в поездке в Санкт-Петербург. Для меня это аромат про сочетание, именно гармоничное сочетание табака и ванили, примерно в соотношении 50 на 50. Ко всему прочему, ваниль здесь суховатый и древесный, она придает аромату лишь легчайшей сладости. Я чувствую здесь, помимо этого, сухофрукты, и я чувствую аромат натуральных, восковых, церковных свечей, которые чуть-чуть пахнут медом. Очень красивый аромат, стойкий, яркий. В данном случае в аромате от бренда Клайв Киера табако-ваниль идет перевес в сторону ванили, то есть этот аромат более сладковатый, причем по ощущениям ваниль как раз-таки здесь не такая сухая древесная, а скорее может быть более кондитерская. И здесь я также чувствую аромат шоколада, которого я не чувствую в табако-ваниль. Но в целом звучание очень неплохо схвачено, и учитывая разницу в цене, аромат от Клайв Киера я покупала на Вайлдбери за 900 рублей, табако-ваниль 30 мл я покупала в Ривгош, но не помню, уже, наверное, лет 5 назад, ну не меньше 10 тысяч рублей. Поэтому разница в цене колоссальная. Кстати, у табако-ваниль от бренда Tom Ford есть еще один замечательный бюджетный аналог, продается он в Magnit Cosmetic. Это ароматы от бренда Stellar, из линейки Stellar Selective. Аромат, который называется табако-ваниль, продается он в черном флаконе, и там та же самая проблема, что и в Клайв Киера. Усилена ванильная составляющая, меньше табака, есть сладкий шоколадный акцент. Но в целом, учитывая разницу в цене, я считаю, что это прекрасные бюджетные аналоги. Следующая пара ароматов, о которых мы с вами поговорим, это Angel Mugler, и его прекрасный бюджетный аналог, это Cassandra. Аромат, который стоит 300-350 рублей за 30 мл. И Angel по скидкам можно купить, ну, примерно 1000 за 3, за 25 мл. Ароматы очень похожи. Мне аромат Cassandra порекомендовали попробовать, именно со словами о том, что он очень похож на классический ангел. И я могу сказать, что на старте ароматы и правда очень похожи. Но это длится, наверное, минут 20, и дальше, чем больше эти ароматы раскрываются, тем дальше они друг от друга отдаляются, и тем дальше они идут разными дорогами. Но в целом, старт невероятно похож, разница в цене в 10 раз, поэтому Cassandra могу рекомендовать, как бюджетный аналог, Angel Mugler схвачена неплохо, и старт так вообще очень похожи. Следующая парочка, о которой мы с вами поговорим, это Killian, опасные связи у меня в формате от Levante, поэтому вставлю вам фото того, как выглядит полноразмерный флакон, аромат, который мне очень нравится, который я хочу приобрести в свою коллекцию, но пока довольствуюсь вот таким от Levante 2 мл. И аромат, который, мне кажется, неплохо так передает идею опасных связей, это Frank Oliver, Frank Oliver. Я участвовала в слепых затестах, так вот, в слепых затестах я Frank Oliver приняла за опасные связи by Killian. Вы знаете, сейчас, имея оба этих аромата в руках, я понимаю, что все-таки нет, не настолько сильно они похожи, но в целом общая идея опасных связей имеется в аромате Frank Oliver. Frank Oliver можно купить примерно за 1000, за 25 мл. Опасные связи, мы все знаем, сколько стоит Killian, не будем даже произносить это вслух. Итак, вернемся к ароматам. И там, и там есть персик и слива. И там, и там конкретно персик и слива звучат очень похоже. Дальше они идут разными дорогами, но в целом, как бюджетная альтернатива с огромной разницей в цене, я могу рекомендовать аромат Frank Oliver как замену опасных связей от Killian. Потрясающе схвачено звучание персика и сливы. Я бы сказала, что это именно Killian-овские персик и слива. Наверное, чуть не хватает древесности в Frank Oliver, и это было бы очень похоже. И последняя парочка ароматов, о которой мы с вами поговорим, это Black Opium от Yves Saint Laurent, многими любимый Black Opium. Кстати говоря, мной тоже. И его прекрасный бюджетный аналог, в данном случае не аромат-клон, а именно бюджетный аналог, это Faberlic Deserbal. Я согласна с мнением о том, что не все ароматы Faberlic идеальны, и, кстати говоря, немногие мне нравятся, но Deserbal мне очень нравится. Black Opium для меня это аромат на тему уютной кофейни, в которой подают капучино с пенкой, и вкусный десерт. И то же самое я чувствую в Deserbal. Да, может быть, само звучание кофе, само звучание десерта, оно не идеально передано, но в данном случае и там, и там, это такая вкусная тягучая гурманика. Наверное, Deserbal не настолько тягучий, не настолько густой, но для своей цены аромат очень даже неплохой. И вы знаете, мне кажется, что даже звучание, оно в принципе, тоже чем-то похоже. Если вы знакомы с ароматом Deserbal от Faberlic и с ароматом Black Opium от Yves Saint Laurent, напишите в комментариях, насколько вы считаете похожими. Эти ароматы. Но в любом случае, бюджетные альтернативы замечательные. Deserbal от Faberlic можно купить в каталоге. Рублей за 700, а Black Opium за 30 мл стоит примерно 3,5-4 тысячи. Я называю примерные цены. Многие, кстати говоря, спрашивают, а сколько это стоило? Дело в том, что цена, это такой плавающий фактор. В разных интернет-магазинах, на разных скидках цена может очень разниться. Поэтому цены лучше мониторить, лучше самим искать выгодные предложения и акции и брать там, где вам выгоднее. Разница в цене колоссальная. Оба аромата на тему вкусные согревающие гурманики, оба аромата очень обволакивающие, укутывающие как плед. И там, и там есть кофе, и там, и там есть вкусный десерт. И дезерабель от Фаберлик я могу рекомендовать как бюджетную альтернативу Black Opium от Yves Saint Laurent. И на этом все. Показала вам 6 пар ароматов. Очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если вы также знаете ароматы клоны и бюджетные альтернативы каких-то люксовых или нишевых ароматов, пишите обязательно это в комментариях. Давайте вместе пополнять и дополнять этот список. Я с удовольствием почитаю ваши комментарии. Также, если вы знакомы с какими-то из ароматов, которые вы увидели в сегодняшнем видео, у вас есть свое мнение, то также пишите его в комментариях. Как всегда, я приглашаю вас в свой инстаграм, в котором я пишу посты о парфюмерии. Если вам близка и интересна эта тема, то переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Спасибо вам большое, что досмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, то ставьте пальчики вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем отличного настроения и всем пока-пока!